Планета Земля. Место поразительных контрастов, где каждое существо отлично приспособлено к своей среде обитания, играет огромную роль в поддержании этого хрупкого и удивительного равновесия. Важны все виды. Большие и малые. Хищники и их жертвы. Социальные животные и одиночки. Однако деятельность человека легко может нарушить эту гармонию, ведь мы не гости в мире природы. Это наш дом. Добро пожаловать в мир дикой природы. Азия. Самый большой и самый населенный континент Земли. Здесь произрастают самые необыкновенные тропические джунгли. Зеленые долины и влажные тропические леса в прокладных горных регионах служат домом диким животным по меньшей мере 70 миллионов лет. С таким разнообразием мест обитания, различий видов в тропических лесах Азии нет числа. Каждое создание здесь уникальным образом приспособилось к выживанию. Джунгли Азии. Индийский слон. Почитаемые в религиях и культурах, которые заполняют этот континент, индийский слон – легендарный обитатель азиатских джунглей. Но будущее этого вида весьма хрупко. Самцы индийских слонов достигают высоту трех метров и весят больше пяти тонн. Будучи не намного меньше своих африканских собратьев, они вторые по величине наземные животные в мире. На огромном азиатском континенте ему нет равных. Несмотря на внушительные габариты, заметить индийских слонов бывает трудно. Серый окрас прекрасно маскирует их в тенистых джунглях. А вес распределяется на широких ступнях с подушечками и с толстой жировой ткани, благодаря чему они ступают почти бесшумно. В отличие от африканских сородичей, у большинства самок и некоторых самцов индейского слона нет бивней. Но браконьеры все равно истребляют их ради слоновой кости для черного рынка, а также из-за мяса и шкур. Половозрелые самцы предпочитают одиночество. Но в целом индейские слоны – социальные создания и живут дружными семьями. Взрослые слоны поглощают по 150 килограммов растительности в день, и лишь немногие уголки земли способны прокормить стадо этих мега-травоядных. Немногие за исключением благодатных азиатских джунглей. На самом деле слоны едва успевают поглощать бурную зелень местных лесов. Для того, чтобы пережевывать волокнистую растительность джунглей, у них есть маляры особого строения. За свою жизнь индийский слон меняет зубы до шести раз. К сожалению, слоны любят и такие сельскохозяйственные культуры, как бананы и рис, что приводит к конфликтам с фермерами. Агропромышленность продолжает отвоевывать территорию джунглей, а значит, эти конфликты будут только нарастать. Муссонный климат большей части азиатского континента предполагает чередование повышенной влажности и засухи. Ежегодно в сезон дождей здесь выпадает от полутора до трех метров осадков. Для вида, у которого отсутствуют потовые железы, дождь – основное условие обитания в этом удушливом мире. Той же цели служат и многочисленные водные каналы, которые он питает. В день слонам требуется больше сотни литров жидкости, поэтому они редко удаляются от источника воды. Как обладателям огромной поверхности кожи слонам необходимо охлаждаться. Частые визиты к лесным водоемам также служат для укрепления социальных связей. Больше всего популяции индейского слона угрожает потеря мест обитания. Когда-то их вид населял большую часть континентальной Азии, но сегодня слоны встречаются раздробленными популяциями в 15% от первоначальной территории обитания. Вмешательство человека отрезало их от исконных миграционных путей. Заповедники и программы по восстановлению лесов поддерживают оставшиеся популяции слонов. Но для того, чтобы защитить джунгли и позволить этому колоссу вновь процветать по всему континенту, требуется более слаженное усилие. Джунгли Азии. Крылан. С наступлением ночи другой вид обитателей джунглей взмывает в небеса. Возвышаясь над опасностями подлеска, днем крыланы отдыхают от ночных забот вниз головой. Особое строение сухожилий позволяет этим летучим мышам часами висеть на пальцах лап, благодаря чему они цепляются к своим насестам, не тратя энергию. Множество видов крылановых – социальные, общительные животные, которые предпочитают тесное соседство, кормятся и гнездятся многочисленными колониями. Крыланы, которых часто называют летучими лисицами, за схожесть морды с лисей – одна из крупнейших разновидностей летучих мышей в мире. Некоторые виды такие крупные, что их называют мегакрыланами. Они весят свыше полутора килограммов и имеют размах крыльев больше полутора метров. Популяции мегакрыланов распределены по Средиземноморскому региону – Африке и Австралии. Но самый большой диапазон видов встречается в Азии. Будучи единственными млекопитающими, способными летать, большинство летучих мышей – насекомоядные. Немногие плотоядные подвиды питаются мелкими животными. Но этот крылан приспособился питаться исключительно плодами. Причины такой адаптации до сих пор неясны. В отличие от большинства видов летучих мышей, крыланы из джунглей Азии утратили способность ориентироваться при помощи эхолокации. Вместо этого в поиске плодов им помогает обоняние и зрение. Это отражает строение мордочки. Длинные носы, большие глаза и маленькие уши. Зубами особого строения мега-крыланы пережевывают плоды и листья, в основном поглощая богатые питательными веществами соки и выплевывая мякоть. Такое жидкое питание идеально для их скоростной пищеварительной системы. За ночь они поглощают и переваривают количество пищи, которое в два раза превышает их собственный вес. Неуемный аппетит крыланов оказывает огромную услугу экосистеме джунглей. В поисках еды крылатые млекопитающие переносят частички пыльцы на шерстки с дерева на дерево, помогая важнейшему процессу опыления. Они также распространяют семена плодов по лесной подстилке. В питательной среде экскрементов крыланов некоторые из этих семян пустят корни, и из них вырастут новые плодовые деревья. На рассвете крыланы возвращаются на свои насесты, где весь день будут восстанавливать силы после активной ночи. Когда сумерки вновь окутают землю, эти отважные создания вновь встанут на крыло. И десятки тысяч крыланов отправятся в джунгли на ночную трапезу. Этот ритуал поддерживает жизнь как самих крыланов, так и их родного дома — леса. Джунгли Азии. Паук Портия. Благодатные джунгли Азии кишат существами, не все из которых заметны с первого взгляда. Но даже самые крохотные создания джунглей играют роль в поддержании равновесия экосистемы. В этой сложной паутине жизни уникальное место занимает паук Портия, который ухитряется питаться представителями собственного вида. Будучи ловким и умным беспозвоночным хищником, паук Портия — эксперт по самосохранению. Маскирующий окрас и своеобразная походка надежно скрывают паука от его жертв, беспозвоночных, а также от более крупных обитателей джунглей, птиц и рептилий. Искусная маскировка приходится весьма кстати, когда он преследует добычу в своей коварной среде обитания. В основном пауки Портия охотятся на собственных собратьев и славятся разнообразием стратегии охоты и способностью решать задачи, которые чаще ассоциируются с более крупными созданиями. Паук Портия приближается к жертве постепенно, осторожно передвигаясь по паутине и заставляя ее вибрировать так, чтобы частота передвижений совпадала с вибрациями от дуновения лесного ветерка. Как только жертва окажется в зоне поражения, паук мгновенно бросается в атаку. Как представитель отряда пауков-скакунов, Портия прыгает быстро и точно. Приземлившись прямо на добычу, он немедленно выпускает яд. Оглушенная жертва даже не подозревает, что на нее напало. Даже чужие, порой более крупные пауки, могут пасть с жертвой этой жестокой, но эффективной тактики. Охотясь на других пауков, Портия умеет притворяться добычей. Он симулирует подергивание запутавшегося в паутине насекомого, чтобы выманить на открытый участок ничего не подозревающую жертву. Пока среда обитания пауков-портия остается нетронутой, и популяция его излюбленной пищи в сохранности, это умное, необычайно развитое создание будет жить. Джунгли Азии. Азиатский буйвол. Джунгли Азии питает системы рек, которые прорезают ландшафт, спускаясь с холмов долины. Эти водные артерии формируют рельеф джунглей и питают местные растения и животных. Неподалеку от воды азиатские буйволы населяют болота и заливные луга речной экосистемы джунглей. Чтобы регулировать температуру тела в этом жарком и влажном климате, азиатские буйволы проводят значительную часть дня в воде. Помимо прочего, так они спасаются от паразитов. В большинстве регионов Азии домашние разновидности азиатского буйвола встречаются чаще, чем дикие. Хотя эти два вида имеют целый ряд схожих черт. Весом более тонны и высотой до двух метров азиатские буйволы одни из крупнейших представителей семейства полорогих. Рога специфической формы крупнее, чем у существующих ныне видов полорогих. Толстые у основания размахом до двух метров эти рога есть и у самцов, и у самок. Они служат для нападения, защиты и чаще для создания грязевых ванн. В самодельных лежбищах азиатские буйволы придаются одному из своих любимых занятий – валяются в грязи. Катаясь в густой жиже, азиатский буйвол покрывает себя толстым слоем грязи, которая защищает их от перегрева прямых солнечных лучей и паразитов. Тысячелетия домашнивания и селекции привели к тому, что на сегодня азиатский буйвол – одно из самых распространенных домашних животных в мире. Его держат как тягловое животное, а также ради мяса и молока. Но именно одомашнивание и расширение сельскохозяйственных угодий в джунглях Азии грозят истребить их диких сородичей. Генетически чистый вид диких буйволов стремительно сокращается. Сохранить естественную среду обитания и не допускать смешения гибридов с дикими сородичами – одни из главных мер для сохранения этого вида, который находится под угрозой исчезновения. Джунгли Азии. Питон. Питоны – настоящие хозяева обстановки в азиатских джунглях, будь то деревья, подлесок или водные каналы. Питоны обладают прекрасной маскировкой и, будучи терпеливыми хищниками, предпочитают охотиться из засады. Они могут поджидать добычу практически везде. Все змеи произошли от одного ядовитого предка, но семейство питонов больше не вырабатывает яд. Вместо этого своим длинным мускулистым телом питон заключает жертву в удушливое объятие и пережимает кровоток. Хотя в Азии, Африке и Австралии обитают около 40 видов питонов, теплая погода азиатских джунглей обеспечивает оптимальный климат для питонов круглый год. Благодаря таким условиям в азиатских джунглях водятся не только необычайно разнообразные виды питонов, но и крупнейшие представители семейства. Включая самую длинную змею на планете — сетчатого питона, который достигает 10 метров в длину. Большую часть рациона питонов составляют лесные грызуны. Метким броском змея вонзает в жертву загнутые назад зубы и крепко удерживает, кольцами оборачивая вокруг нее свое мощное тело, чтобы прикончить добычу. Питоны проглатывают добычу целиком. Их свободно раздвигающаяся челюсть позволяет медленно заглатывать добычу, увлажняя ее слюной для лучшей проходимости на пути к желудку. Там она будет перевариваться несколько дней, а порой и недель. Питоны прекрасно ползают по деревьям. Смертоносны на земле, а многие из них еще и превосходно плавают. Поскольку большинство азиатских лесов пронизаны реками и болотами, способность плавать дарит змеям полную свободу действий в своей среде обитания. Самки питонов откладывают яйца и высиживают кладку, поддерживая постоянную температуру эмбрионов. Ревностно охраняя детенышей от других хищников, мать голодает, пока они не вылупятся. Теплый и влажный климат джунглей помогает матери в процессе инкубации. Но необходимую среду для развития поддерживает именно она, неустанно наблюдая за яйцами и регулируя температуру положением тела. Когда детеныши остаются одни, для них представляют угрозу не только естественные враги, но и человеческий фактор. Они крайне уязвимы к подсечно-огневому земледелию на плантациях по производству пальмового масла, которое оказывает сокрушительное влияние на всю экосистему джунглей. Пока идет вырубка лесов, будущее питонов и их окружающей среды, к которой они так успешно адаптировались, находятся под угрозой. Джунгли Азии отличаются исключительным биоразнообразием и являются домом для многообразных и удивительных видов на планете. Но в связи с ростом населения на этом крупнейшем континенте Земли, человек все активнее внедряется в эти дикие места. Сельское хозяйство и плантации по производству пальмового масла задействуют обширные площади, а вырубка лесов, как законная, так и незаконная, уничтожает джунгли и их обитателей. Чтобы сохранить великие тропические леса Азии и многообразие их созданий, необходимо найти баланс между деятельностью человека и природой.